Кладбище незаконной рекламы пополняется постоянно. Здесь демонтированные конструкции отлеживаются месяц, после чего их отправляют на утилизацию. Битва против подпольных рекламодателей идет полным ходом. На этом месте в районе площади Кирова недавно убрали три щита размером 3 на 6 метров. С начала года в Самаре демонтировано уже 20 щитов. В своей очереди ждут еще порядка 70. Но это полбеды. В городе появляются новые, без опознавательных знаков и указаний владельца. Незаконные конструкции появляются. Мы планируем их демонтировать все в 2016 году. В 2016 году они установлены все без маркировок. Мы можем только осмотреться на маркировках. На них должна содержаться информация о владельце рекламной конструкции. Сейчас все конструкции без маркировок незаконные, поэтому владельцы их неизвестят. Реклама только тогда двигатель торговли, когда она санкционирована и установлена в специально отведенных местах. Оплачены все налоги, а доход получают не только коммерсанты, но и городской бюджет. Большинство самарцев с этим согласны. Нелегальные щиты не просто раздражают. Сам факт их установки можно квалифицировать как незаконные предпринимательства. Незаконные конструкции, естественно, они не должны быть. А кто их ставит? Я против. Вот я живу на Нововокзальной, и у нас года три тому назад баннер рухнул, вот такой столб. Это, ладно, никого там не было и не прибило человека. И везде наводнили эти рекламы. Мне это не нравится. Они должны быть установлены в тех местах, где они должны быть. Рядом с торговым центром, чтобы было понятно, до чего, куда идешь, чтобы он дал информацию о самом центре. А так просто висит, можно и убрать, чтобы не портил город. В этом году власти планируют полностью очистить город от незаконной рекламы. Олег Зверев, Константин Головин. События.